Привет друзья! По вашим просьбам сегодня поговорим об аквариумных тритонах. Если вы хоть раз слышали или держите тритончиков, то обязательно ставьте палец вверх и поделитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми. Приобретая тритонов, первым делом подумайте где они будут жить. Идеальный вариант это приобрести или смастерить акватерариум или сделать из имеющегося аквариума идеальное жилище для тритонов, в котором будут выступающие над поверхностью воды участки суши, этакие маленькие островки. Это могут быть торчащие из воды верхушки корях, какие-нибудь насыпи, камни, плотики. Не для всех видов тритонов суши обязательно, но лучше ее сделать. В любом случае эти амфибии вылезают из воды глотнуть воздух. На аквариуме желательно иметь хорошую плотно прилегающую крышку, так как тритоны могут с легкостью покинуть пределы аквариума. Содержать тритонов с рыбками проблематично, так как большая часть аквариумных рыб тропические и живут при температуре воды 25 градусов по Цельсию и выше, в то время как для тритончиков верхняя граница 22 градуса, а оптимальная 18. Если все-таки планируете содержать тритонов с рыбками, то выбирайте такие некрупные виды, как гуппи, данион, неоны, кардиналы. Правда, особо резвые амфибии могут съесть своих некрупных соседей. Многие аквариумисты держат амфибий с золотыми рыбками, которые и не обидят, и в рот не пролезут. Содержать тритонов лучше в видовом аквариуме, с хорошим фильтром и ежедневными подменами воды на 15-20%. На одну особь должно приходиться около 10-15 литров воды. Грунт в акватерариуме лучше положить обкатанный и довольно крупный, чтобы тритон не мог его проглотить и пораниться им. Все декорации и укрытия также должны быть без острых краев. В грунт можно посадить живые растения, а можно для оформления использовать искусственные. Растения очень желательны, так как тритоны при размножении заворачивают свою икру в листья. Вопрос освещения будет стоять остро. Если растения в аквариуме живые, в противном случае можно вообще его не ставить. Если лампы все же нужны, то лучше поставить диодные, так как они не нагревают воду. Кушают тритоны лучше всего живой корм – мотыля, трубочник от дождевых червей, улиток, маленьких аквариумных креветок, кальмаров. При содержании тритонов с рыбками необходимо следить, чтобы рыбки не переедали, так как они успевают съесть и свою, и тритонию порцию еды. Можно, правда, подкладывать еду с помощью пинцета прямо амфибии под нос. Кстати, тритоны видят только шевелящийся корм. Другой они находят с помощью обоняния. Кормят маленьких особей пару раз в день, взрослых – через день. Половой зрелости амфибии достигают на третьем году жизни. По окончанию брачного периода тритоны несколько раз линяют. Они трутся мордой от камней, и когда шкурка рвется, они хватают себя за хвост и стягивают ее с себя полностью. Свою шкуру тритоны поедают. А вы содержите тритонов? Если да, то напишите в комментариях под видео, каких. А сейчас самое время подписаться на канал. До новых встреч, новых видео. Пока-пока.